Мы продолжаем наш урок, Таня, из самого начала, в пятой главе, 57-я страница на русскоязычной версии. После того, что мы учили в четвертой главе, величайшее преимущество, которое дает нам три деяния, действия речи и мыслей в том, что она привязывает через выполнение заповедей и учения Тору наша душа к Творцу того, что ни одна душа по себе не способна достичь ни в каких обстоятельствах. В этом главе Ребе добавляет еще один этаж, этаж выше. Этого этажа на уровень связи, который происходит между душой и Творцу благодаря учению Тору. Когда душа выполняет заповеди или читает Тору, читает вслух Тору, Таилим читает и даже думает о словах Тору в мыслях без понимания, что является заповедь. Выполнили заповеди. Это один сорт связи, который происходит между Творцу и душой. Этот связь называется одеяние. Мы говорили, что выполнение заповедей окружает нас святость Всевышнему, который возникает благодаря выполнению просьбы Всевышнему, желания Всевышнему, что является заповедь. И это окружает нас. Тфилин же не находится внутри нас. А Дивайный Тфилин окружает нас. Мезузы не внутри нас, а на косяках двери. Это окружает нас. Соблюдение субботу это не в нас. Это в мир, в нашей жизни. Это окружает нас. Так же самое, когда человек читает Тору, читает Элим, слова, которые он произносит не внутри него, а произносит в ней, произносит наружу. Та же самая мысль. Мезузы окружают его. Но это не он. В отличие, чем всего этого, Учение Тору. Учение означает понимание. Понимание Тору. Там происходит намного крепче и намного глубже другого сорт качества соединений между человек, обычный человек, в том числе его душу и Творцу. Вот об этом будет нам рассказать пятая глава. Читаем. 57-я страница. Олетай Сефес Бюр Бойер Хейтев. К этому всему, что мы учились раньше, добавим объяснение четкое зеркальное объяснение. Бойер Хейтев. Лошейн Тфисо. Когда книга Зоа говорит о учении Тору, он пользуется ложьем слова Тфиса. Хватить. Взять. Шеомар Ильеу, как написано из пророка Ильяу в книге Визуар, Лейс Махшово, не существует мыслей Тфисо Бог, который может хватить тебя. То есть, человеческий разум не способен тебя, то есть, Творцу, взять. Что это значит хватить? Взять. Там более грубо. Хватить. Взять. Взять к себе в руку. А как это понять? А хватит это просто знать что-то. Взять. Взять. Физу. Взять. Собственность. Взять. Почему это странно? Потому что если я бы скажу, что я могу чувствовать моё знание в руки, шупать её, скажет мне, что ты, о чём ты говоришь? Мысли не надо шупать руками. Это же духовная составляющая. Можно понимать, почувствовать, поразмышлять, но шупать её это неправильный подбор слов. То же самое, когда пророк Ильяу говорит, нельзя хватить Творцу. Как хватить? Что-то хватит. Есть причина. именно про знание слова хватить, взять. Можно сказать. Это правильное приложение, правильное пользование слов. как это так. Он объясняет. когда он понимает и он воспринимает, не только понимает, а воспринимает внутри себе знание, мускул, любое знание, тогда разум то это мускул. Он охватывает, он держит, он прямо держит. Это мускул, знание, он мягкий псих, и он его окружает. когда мы учим что-то в Тору, вот сейчас, когда я понимаю, допустим, мы уже учили четвертой главе в Тане, и досконально его, ее и понимали, я держу у себя внутри весь четвертой главе. Она не в книгах, она у меня, она теперь моя. Мудрецов говорили, что надо учить ребенок какая-то профессия, для того, что он не будет упрашивать деньги другими людьми. Другой из мудрецов говорил, я ничего научу, не буду научить мой ребенок, кроме знания Тору. Почему? Это того, что он точно имеет. И тогда мудрецов рассказывает ситуация, по которой люди знали профессию, целью профессию, они стали ненужными, и только те, которые знали вечное знание, как знание Тору, они удержали в жизни. То есть, когда я знаю, это мое, никто не отнимет от меня моем знании. Это мое, моем собственности. Это уже не принадлежит кому-то. Это я. Я знаю, это уже я. Часть моего собственности. это первое число. Не только что мой интеллект, разум охватывает знания, есть тут обратная сторона. знания нитпа сумоков умелубож бето их асехал шесигу вискилой. Тоже самое знание теперь не разделено от меня. Она тоже принадлежит мне. То есть никто не может сказать это ты украл собственность. Нет, это мое. Я его держу, она у меня. Это двухсторонное проявление. Она у меня, я держу ее. Объясню разницу. Я купил машину. Я не держу машину. У меня есть машина. Скорее всего машина держит меня. Я в него. Я в нее. если я купил яблоко. Я держу яблоко, но яблоко не держит меня. Только интеллектная собственность имеет двухсторонное проявление. Я держу ее, она в меня. Это двухсторонное объединение. есть третий статус статус и это плакать. И мой разум интеллект он внутри теперь. Не знание внутри меня, а я внутри знание. Когда я занимаюсь знанием Тору, то я нахожусь внутрь Тору. Почему? Когда я учусь, и кто-то будет меня мешать, что будет происходить? Он будет меня отвлекать, и я не буду понимать. Для того, чтобы понимать что-то, мне нужно концентрироваться. Это означает, что я нахожусь в процессе обучения, я нахожусь внутри знания. Поняли? Конечно. Еще раз. Есть три стороны. Первая, когда я понимаю, уже понимаю. Знание внутри меня, и она принадлежит мне. Я ее хватил, она и принадлежит мне. Двух сторон. Третье. Когда я в процессе обучения, я внутри нее. И такое объединение, подобное объединение не существует. Ни в чем, кроме процесса обучения. Такого нет. Я учусь. Я учусь. Тогда я в нее. Я понял. Я хватил ее, и она в меня. Вопрос. Вопрос, существует ли это не только в знании Тору. Когда я учусь. Когда я учусь. Когда я учу математика. Это тоже самое в ладебе, нет? Или я учусь инженерскую часть. Это в ладебе тоже самое. Или философия. Так какое преимущество знания Тору? Как вы думаете? Ну, первая разница между других знаниями и незнаниями Тору в том, что как процесс обучения, допустим, в институте. Как идет процесс обучения. Я слышал лекции. Или читал книгу. Понимал ситуацию, когда я закончил учить. Я возглашаюсь еще раз к обучению. Я все прошел. Сдал экзамен. Закрыли вопрос. И еще десять раз в процессе жизни. Встречаешь, но не изучаешь. Изучаю. Не все понятно. Не задаешь экзамен. Того, что не понятно, то это новое. Я говорю о старое. Что-то забывается, что-то не забывается. Если забывается, то новое. Но если я знаю, мне нужно изучать еще раз. Процесс обучения, любое обучение, когда оно нужно для определенной другой нужды. А зачем мы изучаем большинство знаний? Мы изучаем для того, чтобы их реализовать потом. Что они будут приносить нам пользу. То после того, что мы поняли его. Того знания. Если мы знаем его очень хорошо. И не надо больше освежить память. И не надо ничего. То есть оно есть у меня. Есть у меня. Есть у меня. То тогда мне не надо вернуться обратно. То есть процесс обучения идет по этапности. Первый. Я внутри знания. Я учу. Я учу. Я внутри нее. Да. Когда я от нее вышел. То есть я уже понял. Она принадлежит мне. То есть одновременно и внутри мне и я внутри нее практически не происходит. И вы правильно говорите, что вроде бы с учением Тору очень похоже. Ответ нет. Почему нет? Поскольку мы изучаем Тору не ради только знания. Знания это очень важная часть. Знать Тору. Но не только. А из выполнения заповеди Тору. То мы повторяем знания Тору и раскручиваем ее внутри себе. Не только ради того, что изучат заново. А для того, что изучат. Потому что это заповедь. И поэтому бывает в Тору сознательно не ради какой-то добычи. Постоянное нахождение в трехсторонной одновременно. Я внутри знания. Знание уже внутри меня. И оно принадлежит мне. Вот. Поэтому именно такой вид знания, такой вид обучения происходит именно в учении Тору и не в других мудростях. Несмотря, что это вероятно тоже в других мудростях. Но в Тору оно очень четко так. Какая судьба с обучением других мудростей мы будем изучать. Последняя часть этого главы. Но сейчас мы говорим об обучении Тору. Поэтому было важно объяснить, в чем преимущество обучения Тору чисто технически. Мы занимаемся учением Тору даже после того, что ее понимали, для того, чтобы понять заповедь. И мы занимаемся интеллектом, повторяем интеллектом знания, которые уже у нас есть. И поэтому трехсторонное объединение происходит именно в знании Тору. Вегинай. 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 Где выражается то, что это знание мудрости и желания Всевышнему? Что когда Рувен будет предъявить эту претензию, например, ищем он будет предъявить других претензий. И это будет предъявить эту претензию, как ищем он будет предъявить эту претензию. Никогда в мире таких претензий не будет. Никогда. То есть, например, один из законов, который никогда не появился никогда в жизни. Есть такой закон, который мы читали недавно в Тору, Бен Сойре Гу-Мойре. Когда ребенок ведет себя очень-очень-очень подозрительно, родители должны его везти к судам, к Сан-Эдрин в Иерусалим. И его казнили. Казнили? Да. Казнили его. Что это за закон? Когда изучают, понимают, что это такое. Ребенок, не совсем ребенок, ему 13 лет. А 13 лет до 13,5 лет. 13 и 6 месяцев. Должен ездить почти 5 килограмм говядины и пить 5 литров при этом вино. 13 лет? Одновременно. 13 лет до 13,5 лет. И тогда в нем видно, что он будет какой-то будущий Гитлер. Какой-то страшный человек. И родители должны этого обнаруживать. Я думаю, что если спрашиваете большинство мужчин и даже женщин, они не знают, чем занимаются их детей. Пока поздно. То есть, тем не менее, закон на них, не на него. Не должен идти к суде и говорить, ребята, я жру и пью. Нет. Они должны это знать и должны вести его к судя. И тогда казнили. Такого вида казни никогда не было. Ну, нету такой варианта. Такого не было. Так зачем это написано в том? Желание Всевышнего. Такая мудрость в Всевышнем. Такой человек, такой он хотел. То есть, получается, что даже закон, который невероятен в существовании, но это закон Бога. Его изучение, это объединение с мудростью Всевышнему. Равно, как изучать, как соблюдать субботу. Равно. Даже если этого не было и не будет такого никогда, то есть, как иначе, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда я учусь математика, я принимаю к себе знания греческих математик, или арабских математик, или других, во всяких разных. Когда я учусь философия, я принимаю в себе мудрость, которую писал это психиатр, или это психолог, или это философ, арабский, ну всяких разных. А когда я учу Тору, я в себе взял мудрость Всевышнему. То есть еще одна проблема, огромная проблема. Теперь, в Севышнему, част, в Севышнему находится в меня. Субтитры делал DimaTorzok Только благодаря знанию Тору, у меня есть возможность взять к себе кусок Всевышнему. Это не только, что в меня есть теперь часть Всевышнему. Я внутри Всевышнему. Потому что я взял его в себе, и он взял мой разум в себе тоже. Это двухсторонное проявление. Этого объединения, которое происходит со Всевышнему, благодаря учению Тору, это объединение бесподобное. Нет никакого объединения такого рода с Творцем, кроме с учения Тору. Когда я одеваю твилин, твилин окружает меня, но я не окружаю ее. Когда я соблюдаю субботу, субботу окружает меня, но я не взял в себе. Когда я учу Тору, я взял не просто желание, а самое Всевышнему, знание Всевышнему, в себе. И в то же время он взял меня в себе. Потому что его знание взяло меня в плену тоже. Это двухсторонное проявление. Теперь Ребе расширяет разница между учением Тору и выполнением заповедей. В этом и есть преимущество великое и возвышенное, бесконечно. Который мы получаем с выполнения заповедей знания Тору, знат Тору и понят Тору, аль кола митвы смасы из над всех других выполнений заповедей. И даже над заповедей, которые связаны с речей. Например, произношение молитвы, или произношение благословения, или произношение Таилин. Без знания, без понимания. Даже этих заповедей не имеют преимущества, которые есть в знании Тору. Даже речь читает Тору. Почему? Почему? В трактат Сота. Очень интересный спор между мудрецов. Но я скажу один из итогов, не вся этого отрывка в Талмуде, Сугиан. Что происходит, какая защита получает человек, который выполняет заповеди, и какая защита человек получает, когда он занимает учение Тор. По итогу, из трех мнений, если не ошибаюсь, когда я выполняю заповедь, я защищен от искушения во время выполнения заповеди. Тогда свято священному меня окружает. Мало вероятности, что когда я одеваю филин, я захочу есть свинину. Мало вероятности. Но когда я перестал одевать филин, я уже не защищен. Я уже не защищен. А когда человек изучает Тору, Тору объединяется с ним. Поэтому он защищен даже после. И притча, которая проводится, это когда человек был вынужден ходить ночью в поля, и все рискует его. Животные, которые нападают на человека, рискуют его. Ямы и всяких разных проблем на улице. И повороты он не знает, где поворачивать. То если он возьмет с собой свечу или факел, он, наверное, защитит себя от нападения животных. Но мало вероятности, что они попадают в яму. А когда все решено, когда солнце появилось, свет появился. Когда все. И это примерно разница между выполнением заповедей и учением Тору. Учение Тору, оно становится я. Когда я учил этого главе, я слышал интересную историю, которую я читал недавно, но так я ее не понимал, не воспринимал. Это было очень красиво, очень красиво. И он был очень великим мудрец в знании Тору. И у него есть книга о Тальмуде, которая называется Торат Хесед. Той раз Хесед. Он был невероятно гениальный человек. Невероятный. И у него было очень много талантов. Но самый яркий и известный талант, у него была просто фотографическая память. Реально фотографическая память. Настолько, что продавец книг в Любавич, а в Любавич было очень много людей, которые читали книги. И приехали и за границу в Любавич. Поэтому там продали книги. Не разрешили ему открывать книгу дальше, чем ворота книга. Первая страница. Почему? Он знал, что если он перелистает дальше, книгу уже не надо было купить. Все уже, все. Приобрел. Поэтому он договорился с ним, что ты заходишь ко мне в магазин, открываешь. Если писатель книга, тема книга нравится, купишь. Если не купишь, закрываешь и обратно в полечко. Когда он был молодой, Ребет Самахцеда говорил ему в Ехидас, в уединении, что он думает, что останки, то есть тело после смерти делается. Нам это не вопрос. Умер, так умер, что делать? А такие люди, это важно. То есть человек умер. Осталось тело без души. Что ей делать, пока похоронить? Он услышал вопрос и промолчал меня. Ему было понятно, что это какое-то наставление. Говорит ему Ребет Самахцеда, что человек, который повторял постоянно Мишны наизуз, изучал Мишны наизуз, сейчас книги Мишны, и повторял это каждый день, то после смерти тело повторяет Мишнаес до похорон. Он умер в Иерусалиме. И когда он умер, это было не так давно, это сто шин-то лет тому назад, это не что, какая-то история давняя. Это зафиксировано в книге «Служба по хорону». Он умер, и видели, что шептится. Прослушали, это было Вишназ. Это был очень серьезный человек. Мы сами понимаем, что это не послоток, да? Он не умер. То есть... Ты слишком много голливудских фильмов видишь. Короче... 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 Как вы понимаете, он знал, что с книги Мишны больше, чем наизуз. Он просто их знал колоссально. И каждый год, когда он пришел к Ребе Цемахцедек на праздниках, как Хосит, он принес Ребе Цемахцедек подарок. А какой подарок такой человек может приносить к Ребе? Он приносил ему новое приобретение знания в Тору, которое он придумал. Что-то новое открытие, которое у него было в знании Тору. И Ребе Цемахцедек очень дорожил этим. Это был действительно дорогой подарок для него. Однажды он зашел к Ребе Цемахцедек. Он рассказал это... Сын Ребе Цемахцедек, Ребе Маараш, который стал потом вместо его отца в Лубавич Ребе. Он говорил Ребе, что он приобрел что-то интересное, его достижение в учении Тору. Ребе услышал и говорил ему, «Файна свавас, красивые мысли». Логика очень хорошая. Но это против Мишну. Он очень испугался. Говорил Ребе, в каком разделе из шести книг, из шести книги Мишны. Ребе говорили ему этого раздела. Он несколько минут держал голову, прошел весь раздел. Говорит Ребе, а какой трактат? Ребе говорит ему трактат. Он проводит трактат в голову и говорит, Ребе, в какой главе? Вы говорите ему, в какой главе? Он говорит, в какой Мишны. И тогда Ребе начинал повторять отревок Мишны. И он держал голову. Он вышел очень расстроен. Очень расстроен, что настолько он ошибся. Для них это серьезная ошибка, таких людей. И потом он зашел на повторное уединение с раскаянием. В чем проблема была? Что он нашел в себе, что где-то 20 лет тому назад у него был грех. И поэтому его разум не настроен полностью правильно. Ребе говорит, а какой грех идет там? Что они что-то покушали не то, не дай Богу. Наговорили не то. Нет, это было как. То есть, объясню это еще глубже, чтобы вы поймете, о чем идет речь. Когда Ребе стал Миттал Ребе, второй любовоческий Ребе, сын Альтер Ребе, он был очень известен как большой гениальный человек. И к нему пришли очень много письма с вопросов Аллахи. Серьезные вопросы, которые других раввинов не знали, что делать. И Ребе постоянно отдал своего теста, его теста был Ребе Цимахцедак, что он будет писать ответы. Но порядок был, что после того, что он писал это, он зашел к Ребе, отдал ему его вердикт, Ребе читал, и разрешил или не разрешил отправиться. Практически никогда Ребе не исправил ничего. Однажды пришло очень важное письмо, важный вопрос, очень срочный вопрос. И Ребе был очень занят. Ребе Цимахцедак взял смелость на себе, писал ответ, не показывал своего теста и отправил. Ребе Цимахцедак очень сильно расстроился. Ребе Цимахцедак, говорили ему, Митал Ребе, что ты расстраиваешься. Ты еще не стал Ребе. Что это означает? Посмотрите, в Тальмуде есть много споров. Один мудрец говорит так, один мудрец говорит так. Но ни одного мудрец не говорит против Вавилонского Тальмуда. Почему? Это Вавилонский Тальмуд. Вавилонский Тальмуд не пишет против Вавилонского Тальмуда мнение, да? Есть мнение Вавилонского Тальмуда, это же Вавилонский Тальмуд. Ребе – это человек, который его уединение разума с Тором шло настолько сильно, что разум не принимает мнений, несоответствующих Тору. Мы в обратном, как написано в Талмуде, даст балебатим мнение обычных людей, не даст Тору. Они изначально не думают, как написано в Тору. Мы из другого сорта. Мы думаем про себя. Про себя – это против того, что Тору говорит. Надо смотреть Тору и искать, что правильно. То есть, когда мы говорим об объединении между евреем и Тору, есть разный уровень сортов объединения. Есть, когда я знаю что-то, хватило что-то этого, хватило меня. Это наш уровень простой. А есть, когда человек перевратил в разум Тору. Тогда его мозг – это мозг Тору. Он взят в плену в разум Тору. И Тору взятая у него внутри. И тогда это настоящее уединение. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Н.А.